МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа «Республика» в студии Елизаветы Хмельёва. АЛЛАТРЬ в минувшие выходные отметил 461-ю годовщину. Весь день для местных жителей выступали участники фестиваля «Звучи, российская глубинка». А вечером прямо на стадион приземлились парашютисты. Приехал на торжества и глава республики. Михаил Игнатьев не только поздравил жителей, но и ознакомился с проектами, которые сейчас реализуют в АЛЛАТРе. Дмитрий Ковалев с подробностями. Пазлы собраны воедино. В истории Чувашского моногорода открывается новая страница. Современники намерены оставить в ней свой яркий след. АЛЛАТРЬ процветает с каждым годом и в этом есть заслуга всех местных жителей. Высокие гости отмечали не раз. Город уникальный. Для потомков здесь удалось сохранить истинные ценности. Развивается паломничество. Строились прекрасные церкви. Мужской монастырь входит в число десяти знаменитых памятников Поволжья. Да здравствует славный и любимый город АЛЛАТР. С праздником! Строятся новые дома и дороги. Наметился неплохой промышленный потенциал. В рамках программы поддержки моногородов АЛЛАТР получил более 900 миллионов рублей. На эти средства уже возвели современные котельные и реконструировали водопроводные сети. Вскоре власти решат и другую проблему. На окраине города появятся новые очистные сооружения. Сейчас стоки из канализации попадают в пруды. И от них веет неприятным запахом. Особенно если в сторону жилых районов подует сильный ветер. Этот пруд номер 4 соединен к канаве и по водоспасной канаве это сбрасывается до реки АЛЛАТР. По оценке, проведенной еще в 2002 году, в смысле БПК сбрасываемых в те времена, было 6-8 миллиграмм на литр в летнее время. Но эти пруды уже давно заилились, мощностей не хватает. В новом комплексе стоки будут проходить капитальную очистку. Неприятный запах сдержат плотные резервуары и специальные реагенты. Проект масштабный. Завершить все работы планируется до конца года. Глава Иванович, депутатский контроль осуществляете, нет? Конечно. Ну, постоянно на объекте поставлены. Улетворены? Нормально. Очистные сооружения помогут развивать индустриальный парк. Инвесторы к АЛЛАТРе уже присматриваются. Михаил Игнатьев побывал на одном из заводов по производству низкотемпературных холодильников. Продукцией этого предприятия интересуются бизнесмены, работающие в сфере общепита. В цехах установлены современные конвейеры. Таким оборудованием не могут похвастать даже московские предприятия. К примеру, эта установка из металла может вырезать даже чайную ложку. Тут идет автоматический расстрой, и не нужно человеку сидеть и выкарки делать. В этом году на предприятии приступили к производству вентиляционных труб. Скоро в цехах появятся новые линии. Соглашение о поставке оборудования уже подписано. Исполнить его обязались в ближайшее время. В ближайшие годы в индустриальном парке появится и еще один завод по обогащению кварцового песка. Но власти не забывают и в социальных учреждениях. В загородном лагере Янтарный приступили к капитальной реконструкции корпусов. Отремонтировали столовую и пищеблок. В спальнях установили новую мебель. А на улице оборудовали бассейн. Популярностью лагерь пользовался и раньше. А в этом году за путевками выстроились большие очереди. Дети отдыхают со всей республики. Чебоксар, Новочебоксарск, Шумерлинский район, Ибресий, Бресинский район, Порецкая, Порецкий район, Алатырь и Алатырский район. Скучать в лагере детям не дают. Здесь их обучают танцам и даже актерскому мастерству. В ближайшие годы к лагерю планируют проложить и асфальтированную дорогу. Работать он будет не только летом, но и зимой. В этом же вописном месте оборудуют базу для семейного отдыха. Менри Ковалев и Андрей Шокрев. Республика. Сразу в трех регионах России открылись отделения Общероссийского народного фронта. Нижегородская область, Татарстан и Чуваша – новые адреса ОНФ. В Чебоксары на конференцию приехал представитель Центрального штаба народного фронта Вячеслав Гришин, глава Общероссийского союза общественных объединений «Союз Чернобыль». Мобилизация, координация усилий всех тех общественных политических сил, здоровых, подчеркиваю, сил в республике, также будет, надеясь на результативность и успех движения, которое влилось и вольется буквально через несколько минут в Общероссийский народный фронт. Это очень важно, тем более, что возглавляет его президент Российской Федерации, лидер Владимир Владимирович Путин. Лидеры общественного мнения – профессионалы в своем деле. В этом зале собрались активисты, которые реально работают на благо страны и республики. Устав Народного фронта приняли единогласно. Коллеги, разрешите поздравить вас с учреждением Чувашского регионального отделения Общероссийского движения Народного фронта за Россию. 56 учредителей из Чувашии стали свидетелями создания регионального ОНФ. Сопредседателей Народного фронта выбирали из 25 кандидатов в региональный штаб. Теперь ОНФ Чувашии возглавляют директор филармонии Николай Казаков, спортсмен-инструктор Елена Иванова и Евгений Борисов – индивидуальный предприниматель, герой России. Если мы хотим жить лучше в нашей стране, чтобы наши дети жили лучше, сегодня все в наших руках. Хотя сегодня много делается в нашем регионе, но в процессе жизни проблемы есть, и они сегодня могут решаться вместе, сплотясь с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Чтобы у нас спорт развивался в Чувасской республике еще больше, были такие же чемпионы, как и я, и чтобы молодежь была здоровая, не гуляла, не пила, а занималась любым делом. Собираемся отметить 550-летие Чуваксар, столетие республики. Я думаю, там очень много поставленных задач, то есть в сфере культуры огромные планы. Я думаю, что движение «Общероссийский народный фронт» тоже будет помогать в решении вот этих задач. Видимо, каждый из сопредседателей начнет свою работу в Народном фронте с наиболее близкой стихии. Решение вопросов патриотического воспитания, развития спорта и культуры. Татьяна Трофимова, Надежда Яковлева, Александр Петров, Республика. Строительство высокоскоростной магистрали Москва-Казань с перспективой продления трассы до Екатеринбурга вопрос решенный. Задачи регионов, по чьей территории она проходит, обеспечить всестороннее содействие, заметил глава Чувашии Михаил Игнатьев на еженедельном совещании с правительством республики. В том, что строительство магистрали придаст дополнительный импульс развитию экономики как страны в целом, так и каждого субъекта, через который она проходит, сомневаться не приходится. Это не только дополнительные инвестиции и дополнительные рабочие места. Это и дополнительные возможности, которые открывают высокие скорости. Предполагается, что высокоскоростное движение обеспечит время в пути, например, Чебоксара-Москва около трех часов, а из Чебоксара-город Казань около 35 минут. Длина участка высокоскоростной трассы на территории Чувашии – 120 километров. Она пройдет по Ядринскому, Маргаушскому, Чебоксарскому и Мариенско-Посадскому районам. Предусмотрены две станции в районе Чебоксар и села Полянка Ядринского района. Рабочая группа, которая будет курировать строительство Чувашии, уже создана. Необходимые документы проектировщикам переданы, доложил глава Минтранса. Работа только начинается, заметил Михаил Игнатьев. Он подробно рассказал коллегам, о чем шла речь на совещаниях у президента России, посвященных строительству ВСМ-2. Вы знаете, что он объявил за счет фонда национального состояния будет выделено 450 миллиардов рублей на три проекта. Это Транссибирский магистрат Московской области, пригороде города Москвы, это Кольцо, ну и третий проект – это как раз Москва-Газар. Глава государства, наверное, отметил, что в результате реализации проекта время пути между Москвой и Казанью сократится более чем четыре раза. В 14 часов до 3,5 часов. И практически стоимость билета для пассажира, если взять уже, предварительно будет стоить где-то 3500 рублей, как стоимость в обводе купе. Самое главное, по словам Михаила Игнатьева, строго контролировать вопросы землеотведения и землепользования в рамках так называемого коридора. будущей трассы, чтобы не допустить малейшей возможности спекуляции участками. Распоряжение правительства Чувашии, регулирующее проведение операций с землями внутри коридора, уже подписано. Люди в земельных отношениях начинают придумывать свои схемы, использовать, прежде всего, серые схемы для того, чтобы скупать, а потом, соответственно, торговаться уже государством. Я хочу отметить и подчеркнуть, у нас судебная практика сложилась на сегодняшний день, правоохранительные органы и меры прокурорского реагирования согласно действующим законодателям сработали эффективно. И тем самым, для тех, кто на сегодняшний день думает, опять-таки, оформляя, обманывая людей, скупать там паевые земли, земли сельхозназначения, Сергей Владимирович, Александр Иванович и у нас, Валерий Иванович, вы, прежде всего, министры, дает рекорд. Я сказал, давал соответствующие поручения, будем скупать муниципальную собственность или республиканскую собственность. Для этого будем изыскывать средства. На совещании обсудили еще один вопрос, связанный не со строительством магистрали, но с противодействием всевозможным серым схемам и коммерческим сговорам. Министр экономического развития Алексей Табаков отчитался об итогах размещения государственного и муниципального заказа в первом полугодии 2013 года. Общая сумма госзаказа заметно выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 4,8 миллиарда рублей. При этом стоит отметить, что и бюджетная эффективность от размещения государственных заказов в Чувашьей Республике также возросла на торгах путем проведения запроса и фактировок. Она составила 12,7%. За аналогичный период прошлого года она составляла 9,4%. В целом путем проведения торгов и запроса фактировок размещено 73,7% для автономного заказа. Это также больше, чем аналогичный период прошлого года. Эффективность муниципального заказа несколько ниже – около 7%, но это все равно больше, чем в прошлом году. Алексей Табаков также сообщил о том, что недобросовестные участники конкурсов включаются в реестр, который ведут с целью не допустить ненадежных партнеров к дальнейшим проектам. Глава Чувашии потребовал обратить особое внимание на подрядчиков по строительству жилья для детей-сирот. К счастью, количество участников торгов тоже выросло по сравнению с первым полугодием 2012 года. Сегодня в торгах и аукционах участвуют свыше 4,5 тысячи различных организаций. А значит, выбор у заказчика есть. Елена Гальперина, Евгений Анисимов, Республика. Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел внеочередное заседание координационного совещания по обеспечению правопорядков Чувашской Республики, посвященное ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Долги – несостоятельность отдельных управляющих компаний. В рамках подготовки к новому отопительному сезону это особенно актуально. Глава Чувашской Республики в целом положительно оценил состояние дел на данный момент. Однако к работе отдельных управляющих компаний есть претензии. Михаил Игнатьев неоднократно обращал внимание руководителей администрации и правоохранительных органов на эту проблему. С одной стороны, положительная динамика она есть, но с другой стороны, по отдельным территориям, по отдельным управляющим компаниям возникают проблемы. Проблемы они какие? Наращиваются долги, вопросы неплатежей по не столько объективным причинам, столько по субъективным причинам, вывод активов, не по целевому назначению, тут работают правоохранительные органы, не первый год, и практически картина она понятна. А все эти недобросовестные должностные лица, которые на самом деле сегодня ведут себя на год, не уважают жителей многоквартирных жилых домов или отдельных территорий, то, соответственно, мы будем принимать самые жесткие меры для того, чтобы этих безобразий не было. Министр строительства Чувашии Олег Марков доложил, что работы по подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства к новому отопительному сезону ведутся по указанному графику. На 1 августа 2013 года три муниципальных образования не имеют задолженности, однако наибольшая задолженность накопилась в городе Шумерли. Одной из проблем является задолженность за потребленные топливные и энергетические ресурсы. С момента окончания отопительного сезона, то есть 1 мая, общая задолженность за потребленные энергетические ресурсы уменьшилась на 27%, и по состоянию на 1 августа 2012 года составила 2,211,5 млн. рублей. Из управляющих компаний наибольшую сумму задолженности за потребленную тепловую энергию имеет НАВЭК в размере 318,5 млн. рублей. На втором месте Риаллюкс 57 млн. рублей. Заключают ройку должников компании НИДИ почти 38 млн. рублей. Кроме того, кредиторская задолженность теплоснабжающей организации коммуникальных технологий перед поставщиками увеличилась на 26%. В сложившейся ситуации Государственная жилищная инспекция Чувашии переходит к усиленным мерам. Ее специалисты планируют выходить с проверками в каждом случае появления двухмесячной и выше задолженности. Минстрою поручено ежемесячно представлять в Министерство внутренних дел перечень управляющих и ресурсоснабжающих организаций, имеющих высокий объем просроченной кредиторской задолженности перед поставщиками теплоэнергоресурсов. Анастасия Масляева, Евгений Анисимов, Республика. Сегодня в Центр разбиркоме Чувашии прошло распределение бесплатного эфирного времени кандидатам в депутаты и главы поселений на предстоящих выборах. Напомним, 8 сентября в единый день голосования нам предстоят дополнительные выборы в Госсовет, а также в органы местного самоуправления. Напомним, депутат Госсовета от Козловского округа 5-го созыва Александр Разумов сдал мандат в связи с переходом на государственную службу. Сегодня на его место претендует 5 кандидатов. Между ними и было разыграно бесплатное эфирное время на государственных каналах, трех телевизионных и двух радио. Подробнее о том, как идет подготовка к единому дню голосования в программе по существу сразу после информационного выпуска Республика. Студенты смогут попробовать себя в государственной деятельности, но у депутата наоборот сесть за парты. Чебоксарский кооперативный институт и Государственный совет Чуваши подписали соглашение о сотрудничестве. Пожали руки, поставили подписи. С этого момента один из ведущих вузов Республики и главный законодательный орган Чуваши связаны тесными узами сотрудничества. Организации будут обмениваться опытом и информацией, участвовать в работе друг друга. Основная цель свести как можно ближе теорию и практику. К примеру, студенты смогут своими глазами увидеть, в чем состоит работа комитета в госсоветах. И мы от вас научимся еще, будем учиться, что-то полезное получим. И ваши студенты, тем более, когда они поработают с нами, будут на комитет приглашать. У нас комитет проходит заседание, комитет проходит очень так живо, интересно, приглашают всех специалистов, министров участвуют. Мы предполагаем, что будут наши студенты проходить практики как курсовые, преддипломные практики, писать свои магистерские диссертации. Аспиранты могут пользоваться возможностью государственного совета. Если студентам такое сотрудничество поможет влиться в будущую профессию, то депутаты получат возможность при помощи преподавателей вуза освежать знания и получать правовые консультации в нелегком деле законотворчества. Ольга Пырочкина, Евгений Анисимов, Республика. Старейшина Чувашских дубрав Дуб Черезчатый из Маргаушского района превратился в монумент самому себе. Дерево получило статус памятника живой природы. Так решила специальная сертификационная комиссия всероссийской программы деревья памятники живой природы. Поначалу дуб внесли в реестр старовозрастных деревьев. Потом обследовали и признали дуб действительно уникальный. Дуб Ильинского лесничества, что в Маргаушском районе теперь при статусе. На табличке отличительная надпись старейшина Чувашских дубрав. По данным комиссии ему 362 года. Меньше, чем мы привыкли думать за то дерево современник царя Алексея Романова. К тому же дуб самый крупный в Чувашии. За многовековую историю жизни в него трижды ударяла молния. Он сдал в размерах, но по-прежнему плодоносит. Специальная комиссия Центра древесных экспертиз из Москвы после детального обследования признала дерево памятником живой природы. Дерево прежде всего должно иметь большой возраст и быть великовозрастом, иметь внешнеэффектный вид. Дерево может быть связано с преданиями, легендами, с какими-то историческими событиями и быть в общем-то украшением и достоянием того родного края, где она произрастает. Памятники живой природы, подобные Чувашскому старейшине, ищут по всей России с 2010 года. Старовозрастные деревья, природное наследие страны и всего мира его пытаются сохранить и передать последующим поколениям. Поэтому такие деревья зачисляют в ранг особо охраняемых природных объектов. В этом суть специальной всероссийской программы. Мы приехали сюда не просто открыть памятник. Памятник это часть нашего природного наследия, нашей не только республики, нашей страны и нашей планеты в целом. И вот эта программа является образовательной программой, которая позволит, без нее уже позволяет и позволит решить многие проблемы по сохранению природного наследия и развитию экологического образования. Памятник живой природы в Маргаушском районе теперь под охраной государства. Чтобы продлить дерево жизнь, видимо, понадобится курс оздоровления. Снятие пробы показало, что 40-50 сантиметров здоровая древесина, но дальше идет гнель. Мы думаем, дерево еще много лет будет нас радовать. Мы думаем, что лес только лет 300-400 будет стоять. Вместе с рекомендациями по продлению долголетия Чуваше передан сертификат, подтверждающий особый статус дуба и переходящий кубок, символ всероссийской эстафеты деревья-памятники живой природы. В следующем году Чуваше передаст его Мариэл, но оставит у себя памятный знак, свидетельство того, что Республика принимала у себя эстафету. Ольга Григорьева, Регина Кубайкина, Николай Яковлев, Республика. Все, что необходимо для строительства и ремонта по доступным ценам и хорошим скидкам. В Чебоксарах открылся строительный супермаркет Метрика. Магазин стал вторым в Республике и восьмом в Поволжье, открытым с марта этого года. Подробнее в нашем сюжете. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Метрика – это самая крупная и быстро растущая сеть, которая насчитывает более ста строительных гипер- и супермаркетов в Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральных округах страны. В открывшемся в Чебоксарах магазине вы найдете все, что необходимо при строительстве загородного дома, ремонте квартиры или благоустройстве приусадебного участка. Особым спросом у покупателей пользуются электроинструмент и строительное оборудование Total и Meteor, душевые кабины и гидробоксы Портофина, ламинирный паркет Карелия Флор, краски, грунтовки и составы для защиты древесины Метрика, монтажная пена Метрофлекс, энергосберегающая лампа-сберегайка. Гордостью компании являются товары собственных торговых марок, которые производятся как в России, так и в Германии, Франции, Польше и Китае. Цена – качество, идеальное соотношение которым обладают товары собственных марок. Кроме того, у нас вы сможете воспользоваться гибкой системой скидок для постоянных клиентов и профессионалов, осуществить заказ товара из нашего интернет-каталога, приобрести любой из двухсот товаров по специальным сниженным ценам, которые мы ежемесячно предлагаем вам в нашей рекламной газете Метрика. Доступно и удобно. Такой подход позволяет стать ближе к покупателю и сделать правильный выбор. Ну, во-первых, он удобно очень расположен, остановки, общественные транспорты рядом. Здесь все есть для ванной комнаты, для ремонта, очень удобное расположение, все есть на месте, и цены хорошие, оптимальные. Широкий ассортимент товаров, доступные цены, квалифицированные консультанты, отечественные и зарубежные производители заслужили признательность и любовь миллионов россиян. Играет музыка. Ощутить все плюсы супермаркета Метрика чебоксарцы могут ежедневно с 8 утра и до 8 вечера по адресу Московский проспект 40. Приглашаю вас посетить наш магазин и желаю вам удачных и приятных покупок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова